Девушки отдыхают Давай инструмент Что это? Молодец! С Богом! Субтитры создавал DimaTorzok Стоять! Ты мне смотри, я не все отдал! С трупа сниму, сука! Все давай, ищи! Стоять! Игорек! Греби к нам, мы тебе место забили! А знаешь, Игорек, куда ты чуть было не сел-то? Сейчас-то мужички-то сидят, а? А че? Страшные люди? Злодеев руками рвут. По зубами пулю ловят? Дурак, да. Ты еще пальцем покажи. Че думаешь, они так сидят? Кушают? Ага. Да они поляную секут. Упыри конченые. Влад, не пугай меня. Мне ночью кошмары будут снять. Да ясен пень, что будут. Сколько здесь народу? Человек тридцать. Каждому, заметь каждому, снятся ночные кошмары про этих бесов. Группа управления собственной безопасности. Он по центру, мужичок сидит. Дегтев. Он же великий инквизитор. Не дай Бог, он тебе улыбнется или просто глянет. Очень плохая примета. Угу. Стиль у него такой, знаешь, через хихи. Ну, знаю по армии. Особистый крысу. Ненавижу. Игорек, делится одно маячит. Немного бы в лица срубить. Как ты на это смотришь? Как, как? Сгубо отрицательно. Хочу много бы в лица срубить. Ай, молодца, а. Красава. Короче, есть такой Серега Гуляев. Ну? Сам торчок и дурь банч на районе. Вот, есть у него мамашка, для которой этот баклан свет в окошке. Схема простая. Берем Серега за жопу и присуем его, пока не заверещит. Короче, закрыть мы его хотим по полной, понимаешь? А потом деликатный намек мамашке. Что есть выход из ситуации? Ну, это я понял. А у мамаши деньги-то есть? Ну, я имею ввиду, платежеспособны? Игорек, а это нас не парит. Это ее карман пусть сама думает. Захочет, квартиру продаст. Ну, как? Че, как? Ты с нами? Да легко. Одинокую бабу на квартиру отжать. Это же милое дело. Да, только что. Маму и сыну потом на куски. По мешкам расфасуем и на мясной рынок. Блин, мне чуть не повелся. Воспитали отморозка, да? Слушай, такой умный, а на всякую шнягу ведется. Ребят, ну хватит уже меня как пацана разводить-то. Это я разводил. А он серьезно. Да иди ты. Ген, ну я же говорил, я с вами. Ну, есть же какие-то пределы. А если нет предела? Это же беспредел. Ну да. Берега-то надо знать, правильно? Конечно, если берега не знать, можешь и на дно. Пойдем, пойдем. Степанович, не опаздывай. Слушайте, а почему вы негадывались, Степана чем называете? А сейчас поймем. Только что поступило сообщение. Ленинский ОВД. Вооруженное ограбление. Обчистили азербайджанцев, уличных торговцев. Трупов нет, раненых нет. Но! Опять трое в масках. Не понял, а при чем тут мы... Влад! Не тупи, а? Сказали же, трое в масках. Наши Бэтмены. Умница, Влас! Ну, что б я без тебя делал, а? Тип оружия. Описание. Почерк. Все как было. В Отрадном, Чертанова, Бирюлева. Измайлова, Бутова. Один амбал, один невысокий крепыш. Да, шесть разбоев, один труп. И покушение. И тяжкий, и телесный. Так что, давайте по коням. Валентина Степановна, я с ними. Будь пока здесь, в резерве. Там и двоим-то делать нечего. Значит так, парни. Возьмете Бэтменов, я лично каждого расцелую. Спасибо. Свободные. Я, конечно, без поцелуев Степаныча проживу. Ну, шесть эпизодов, Ген, шесть. Если мы их повяжем, ты прикидываешь, какой это будет джекпот? Ну, ладно. Будь ты этим, блин, реалистом. Зацепы-то никаких. Ни улик, ни примет. Три Бэтмена с пушками. Повяжешь ты когда-нибудь, конечно, погорячим. Но не мы. Так что, ты губу не раскатывай, прокатимся для галочки и все. Да понимаю. Я к тому, что этот змей из собственной безопасности на наш столик пялился. Ты заметил? Ты что, его спину учил? Да он глазами позвоночник прожег этот дегтев. Знаешь, Влад, он, по-моему, конкретно на Игорька пялился. А вот почему не пойму. Так, может, и не надо его в нашу команду? Ген, больше двух уже стремно. Не знаю. Посмотрим. Что, куда сейчас? Прямо на МП? Да не, сейчас к следаку. В ВВД заскочим. Так. Эмир Инвейрович. Вы уверены, что оно вам надо? Деньги жалко. Вернуть надо их. Это же моя работа. Мне семью кормить надо. Понимаю, сочувствую. Но вы нас тоже поймите, такие преступления, если сразу не раскрыли, потом уже бесполезно. Как бесполезно? Вы сами подумайте, кого нам искать? Троих в масках? Ни примет, ни имен, ни номера машины. Хоть бы стрельнули разок, у нас бы гильза была. Ну, как-то ищут этот бандит. Как-то ищут. И, кстати, когда находят, денег ваших там уже нет. Пропили, прогуляли. Не верите, Иван? У оперов с Петровки спросите. Они их уже полгода ищут. Нет, чуть меньше. Но все правильно вам следователь говорит. Кого искать, где, непонятно. Я, конечно, не извиняюсь. Вы были там? Хоть кто-нибудь на место пришел? Ну, пусть я не видел, брат мой не видел. Ну, кто-то видел? Там много людей было. Ген, ну-ка выйдем на минутку. Слетайте пока на место, чтоб претензий не было, лады? Прогуляемся. А я пока терпилу, тихо до кондиции доведу, а то мне этот висяк в конце квартала совсем ни к чему. Отработаем, не вопрос. Ага. Сейчас ребята съездят на место преступления, будет ценная информация, они тут же сообщат. все равно заявление буду подавать. Вы уверены? Да, уверен. Это здоровый стоял здесь, смотри, начальник, где я стою? Нет, ты не так говоришь. Он вот там стоял, где начальник стоит. Ну, хорош галдеть, а! Уши вянут. Вы мне внятно скажите, вы машину видели, на которой он сюда приехал? Нет, не видели. Они где-то за углом там остановились. Ясно. А что они одеты были? Черная куртка обычная, китайская с рынком. Короче, понятно. Ладно. Отойди к свидетели, как от козла молока. Я ж тебе говорил, по нолям съездили. Сейчас в Средаку позвоню. Что такое, чай? Да в оделся, кто закончился. Эй, начальник! Я вспомнил, вспомнил! Что тебе надо, Маугли? Я вспомнил. А что ты вспомнил? Какие у него ботинки были? Это когда он тебя по ребрам месил? Нет, это у него ботинки были, как у десантника. А теперь мы его точно найдем. Ну да. Ты случайно размерчик не запомнил? Я клянусь, они были трое. Один большой здоровый, второй средний, а третий мелкий. Ну мелкий очень злой. Не в масках были, откуда ты его знаешь? Да я его запомнил, руки, плечи, походка. Он как квадратный шкаф. Шея толстая, как у борца. У него одна плеть выше, чем другого. Блин, сказка шахерезада. Да мы два дня назад тут деньги считали. Он стоял, на нас смотрел. Я его запомнил, после этого я каждый день видел. Где он стоял, где ты его видел? Вон, тот кафе. Гин, ну я в кафе. Давай догоню. Все, свободен. Сколько, вы говорите, они у вас взяли? Ага, так, двести сорок шесть тысяч, так, так. Все надо будет по кассовым чекам проверить, и откуда товар у вас, все по накладным сверить. Зачем сверить? Ну все должно быть точно, а как вы думаете, мы их искать будем? А без этого никак нельзя? Никак нельзя. Никак нельзя, Эмир Инвирович. Все ваши документики проверять надо. Лицензию, регистрацию, разрешение санэпиднадзора. Так что, если есть какие-то нарушения, лучше сразу, чистосердечно, во всем признаться. Значит, невысокий. Квадратный шея у нее толстая, и про волосы ничего сказать не могу. И когда ходит, так плечами покачивает. Правое плечо выше левого, или левое выше правого. Да, еще ботинки армейские. А, это, кажется, Леша его зовут. Леша, точно? Леша, Леша. Точно, Леша. Все, Танечка, я побежала. Пока. А, вот он со Стеллой знакомился. Стеллочка, подождите. Постойте, разрешите? Да, конечно. Спасибо вам, Танюша. Пожалуйста. А что, с вами так легко познакомиться? Да ничего подобного. Он меня звал в кино, но я не пошла. А потом названивал, приглашал в ресторан. Но я тогда тоже не могла. Так вы, значит, ему свой телефончик дали? Ну вот еще. Это Полинка дала меня, не спросив. А он ей просто наплел, что он какой-то крутой, и обещал хорошую работу мне. Стеллочка, это была уловка. Да примитив чистой воды. А он вам понравился? Вы знаете, я еще не поняла. Но его номер я не запомнила. А если бы я вас пригласил, вы бы мне тоже отказали? А вот вы сначала пригласите, а там посмотрим. Да ты девушку сразу домой поведешь. А девушка любит культурный отдых, кино, клубы. Я вот вас Стеллочка в театр позвал. Вы знаете, я очень люблю театры. Но к вам домой я не поеду. А ты в жизни хоть раз в театре был? Да я туда постоянно хожу, но не с тобой еще. Какой, в кукольник? Стеллочка, вы его не слушайте, он грубый, не тонкий тип. Так давно вам звонил этот Леша? Последний раз. А, недавно. Я как раз была на фитнесе, а он все названивал. Ага. А он преступник? Страшный маньяк. Ну, а ты страшнее. Так он кто? Он свидетель автомобильной кражи. Рот мы выищем. А, а я думала по поводу вот этого ограбления. Нет, ну хорошо. Есть. Театр за мной. Хорошо. Стелл, звони. Лучший фитнес это со мной. Давай. Мам, ну нет ничего опасного. Засижу просто в конторе. Бумажки читаю. Да какая тут стрельба? Забудь ты уже про стрельбу, я свое уже отстрелял. Слушай, ты мне лучше скажи, вы узнали, сколько у вас там кондиционера стоит? Ну, я денег пришлю. Нет, мам, ты уже забыла, как тем летом у вас дышать нечем было? Все, мне пора работать. Давай, папаше тоже привет. Кань, опять междугородние звонки со служебного телефона. Ну, я ж кратенько, пять минуточек. Смирнова, опять флирт, служебное время. А ты же, Натик, делай там свой кофе в уголочке и завидуй молча, понятно? Я девушка свободная, хочу флиртую, а хочу женевую на себя. Я, Игорек, тебе не советую, а? Будь осторожен. Нет, ты понимаешь, а? Вот я брошу тебя отца многодетного семейства и уйду к Игорьку. Вот она такая вот, после трупов. Агрессивная. А что за дело? Опять наш серийный отравитель, третий эпизод. Не, ну, без экспертов рано пока говорить, но похоже, что он. Да что рано-то? Он, конечно, понятно. Какой-то злодей или злодейка поет отравленной водкой одиноких мужичков. Забирает бабло и вещищи. А что ты расселась-то? Сухари достай. Слушай, не чушь на него, но в том шкафу. Игорь, обслужи, пожалуйста, господина Титова. Передай ему сухари. Ты кофе будешь или чай? Кофе. Ну и правильно, чая нет все равно. Наш человек. Слушайте, я вот думаю, как вредно быть одиноким, а? Я, может, и сама куда-нибудь отравлюсь. Еще один висяк на нашу душу. Слушай, а почему он их травит? Ведь можно просто усыпить. А вот потому мы и не знаем ничего, что все терпило зажмурились. Да, сейчас у Генки с Владом тоже висяк. И, похоже, серийный. Это разбой на рынке? Ну да. Они что-то не звонят. Степанович сказал, чтобы я в резерве сидел. Так ты волнуешься, что без тебя банду брать будут? Ну да. Там труи со стволами. Ребята, вы чего? Ну да. Генка с Владом потеть не любят. А там же работать надо. Они знаешь, что любят? Терпило болтать, чтобы заявление забрали. И бабла срубить. Игорь, вот я тебе без дураков говорю, ты с этими гавриками держи ушки на макушке. Погоришь с ними. И это не шутки. Учту. А я смотрю, у вас тут свои левые, свои правые. А у нас все левые. Игорь, снимайся с якоря, быстро. Нужна твоя богатырская мощь. Куда ехать? Я тебя подхвачу на Новослободской. Ствол не забудь. Понял. Ну что ж, похоже, в этот раз не уболтали они. Терпил. Вспотели, наверное. Ну, все равно за совет. Все равно спасибо. Не пуха. К черту. Теряем парня. Да большинство из них безголовые. Ну, мы с головой не приверли, что мы его зацепим. Грабят там, где живут. Девчонок цепляют там, где грабят. Повезло, значит. И да, и нет. С одной стороны, обычное дело. А с другой стороны, фарм. Понимаешь? Ментовская удача. А теперь не знаю, как к Лехе сунутся. Да какой Леха-то? Ну, Леха, Леха. Лесовой. И сорок второй. Сейчас ват этих синяков раскрутит. Кури пока. А чего стрематься-то? Да? А если баба его меня увидит? Это кто, Дашка, что ли? Она? А Лехе-то уже несколько дней нету. А Дашку он послал уже месяца два как. И она его. А, Нинка дома, сеструха его. Она как бы в отгуле, бухает, короче. Так к Нинке сходи. Только ты ей бутылочку-портвижку возьми. Нинка девка деликатная. Бояру ей не надо. Ха-ха-ха. Короче, пробили мы этого. Лесового Алексея Александровича. Судим за разбой. Почерк тот же. Маски, стволы, магазин. Занимался борьбой, служил в десанте. Прямо ментовская удача. Профессиональная работа. Ты б видел, как мы эту официантку обработали. Просто ювелирная работа. Ладно, Вован, держи. Мужики, я что думаю, а? Долго мне объяснять, кто я и что. Может это, кто из вас, ну кто половчей, а? Сгоняет да спросит у Нинки. Где там Леха шарится? Вован, давай, а. У меня не заржавеет. Ну, давайте. Ну, все. Называется, работа через поставного. Я черная моль, я летучая мышь. Да ты, ну, гонишься, не на то, что ты. Что ты мышь, это я согласен. Чего? Ну, где ты видела черную моль? Балда. Она печальная, понимаешь? Ей хреново, как мне. Хреново? А почему хреново? Потому что у нее все умерли. Э. Ну, что? Что? Знал, где Леха? Какой Леха? Как я мог узнать, где Леха, если у нее умерли все? Как все? И Леха тоже? Он вообще самый первый. А ты кто такой? Тихо, тихо, тихо. Как это Леха умер? Когда он успел? Я не знаю, когда он ласты склеил, а она вообще иди, черная мышь. Слышь? С пацанами не прокатил номер. С пацанами бывает. Может, второго заслать? Если только отнести. Нинка-то наша летучая моль оказывает. Слышь? 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 Ну что, парни, по ходу у нас фиаско. Если что-то хочешь сделать, хорошо, делай сам. Пацаны! Здорово, Нинка узнала? Витька-что. Или нет? Да, Витька, Витька, Витька. Леху за их, где этот перец киснет-то, а? Да, Леха, он это, в Коптьево уже два месяца с Катькой Глебовой живет. Блин, вот говорил, в Коптьево надо ехать, а? Что, опять у Катьки? Опять, сучара, это Катька. На ней, в пробу стоять негде. Я тебя прошу, не надо так про женщину, а? Да ладно, какая она женщина, она про жмонда составила. Ну что, тогда рванули в Коптьево, да? Слушайте, пацаны, а зачем вам к этому клёхи в Коптьево? Давайте у меня? Зависим, а? Ну? Ну? Да нам клёхи надо, понимаешь? Не, ну а завтрак тебе? А, болтаю. Ну, отвечаю. Не, мужики, я остаюсь. Э-э-э, Клёхи, Клёха ждет. Пошли. Чего? Что-то я забыл, а в Коптьево, не помнишь адресок? В Коптьево? Помню. По ту, дом 6, третий этаж, а потом, значит, так, налево. Ну, налево. Жи. Муа, пока. Ну, ребят, прям артисты. Я такого еще не видел. Заметь, все культурно, без насилия и по закону. Вы тоже красавчик, подыграл как профи. Я же на вашей волне. Вот и оставайся на нашей волне, Игорек. Не прогадаешь. Катя Глебова? Да, третий этаж налево. Сама-то она еще на работе. А вы кто ей? Да я не к ней, я к Лёше. А это коренастый такой? Да сам-то он дома. Он дома, только что курил у окна. Курил, значит. А это вредно. Влад, а санкция нам, это, не нужна разве? Ну, на арест, на обыск. Может, следокоп изменить? Он в недоступа был. Да не парься ты. Все делается задним числом. В течение суток можно. А если увлек не будет? Да будут, Игорек, будут. А следок вообще отписывается от счастья. Мы ему раскрытие на блюдочке. За четыре часа. Пошли. Застя Степанович нас будет это, целовать. Ай, женщина, подождите, подождите. Спасибо, прошу. Игорь. 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 Что? Че, кто? Пицца! Доставку заказывали? Лесовой, Алексей. Че? Кто ты? Это же уроды, просто взюзил. Нашли чего? Да пока нет. Че, Игорек, думал, будет тебе боевое крещение, да? Столы погони. Ты знаешь, меня устраивает. Самое страшное, что тебя этот овощ может обблевать. Ну, что тут у нас? Хача! Поймал рыбку, да? Ага. Целый косяк. Ну-ка, ну-ка. Хой-о! Костюм бы от вас, слушай, а? Пошла, масть. А ты говорил, улик не будет? А? О! Флэш-рояль! Ха-ха-ха! И ты даже дорогой, а! Ха-ха-ха! Не знаю, сколько здесь, Игорек? 296 тысяч. Тютелька в тютельку. Вот так вот. Следствие вели знатоки. Ха-ха-ха! Это надо будет отметить. Игорёня, это не обсуждается. За ментовской фарт сегодня оттянемся по полной. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Точно. Всё. Смирнова! Шурик! Привет! Ты чё, бухой что ли? Пока нет, но скоро буду. И знаешь почему? А чё гадать? Мабла срубила, доволен. Срубила ещё как. И завтра Степаныч нас за это будет целовать в наши сахарные уста. Псс. Вы чё это, тебя Бэтменом взяли? Шурик, ты чудеса дедукции проявляешь, ей-богу. Ага. И как это вас так угораздило? Да легко. Профессионализм и точный расчёт. Все в лиге. Как говорится, all inclusive. Не зазнайтесь там, ладно? Значит, могу Степанычу доложить? Можешь. И доложи, что особо отличился, ну и чё Каменев? Порвал злодеев, как Крелку. Понятно, принято. Все, Шурик, целую, учись работать, родная, давай. Чё стоишь-то? Иди работай, кто детей кормить будет? Не ори на меня. Поговоришь. Давай, давай, пошёл. Угу. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Влад, посиди с ним, ладно? Вас откуда нелёгкое несёт? Я уже домой собрался. А мы работаем, товарищ следователь. Между прочим, висяки раскрываем. Тогда вам не сюда надо, а в музей милиции. Пусть вам там конную статую поставят, одну на всех. Ох. Да не, мы сначала к вам. Вот. Получите, оформите. Что это? Ствол. Средства маскировки. Деньги. Ну. Что? Ну. Не слышишь фанфара аплодисментов, блин? Сейчас будут. Постановление где? На рест, на обыск. Понятые были. Где пропекло? Ты что, опух, что ли? Мы тебе дело раскрыли за четыре часа. Ну, стреляемся теперь. На фурме задним числом. Что, первый раз? Это не получается, братцы-кролики. Дела-то нет. Как нет? Да отговорил я, терпел заяву писать. Нет уголовного дела. Видишь, как радуется. Тебя когда-нибудь так встречали? Откуда я мог знать? По всему был явный висяк. Меня не колышет. Твой косяк, сам разберешься. Нет, это твой косяк. Позвонить было трудно. Номер набрать! И что мне теперь с этим делать? Куда я это все? Ладно, прикиньте. На шесть эпизодов коту под хост и все из-за этого козла. Ты полегче слова выбирай. Неужели ничего не исправить? Он ведь или дело не завел, а? Да этих терпил так шуганул, что они, наверное, уже в Баку. Между прочим, сам бы мог позвонить. А ты именно, что трудно было номер набрать, что ли? Да пошел ты! Привыкли работать, как коновалы! Тихо, тихо, мужики. Тихо. Потом подеретесь. Ну, вещдуки ладно. А с этим? С этим пряником что делать? Что, отпускать его, что ли? С кем? Ну, как с кем? Влад, а где он? Ой, е-е-е! Дежурный! Влад! Куда ты? Все, Игорек, поздно пить боржуми. Вот она, ментовская удача. Что потеряли, мужики? Вообще за входом смотришь? Да я с поста-то не исходил. Влад, что-то я не просек с этим ментовским фартом. Столько усилий, все зря. Влад, что-то я не просек с этим ментовским фартом. Не, я думал, у нас в армии бардак, а здесь вообще. А чего ты охаешь? Привыкай, Игорек. Как живем, так и работаем. Ну, а как работаем, так и живем. Сейчас вон мозговой трест придет, может, что и вякнет по делу. О, идиот. Ну, че там? Дай глотнуть, че у вас. Короче, терпилу мы нашли, но у них там прокурорская проверка. Правда ли гонит, не знаю, но этот крысеныш ничего делать не будет. Вот мразота. Спокойно. Вичдоки вам до утра придержат. Если мы к утру этого козла Лешу Лисового поймаем, будет дело. А если нет? На нас все косяки. Злодей сбежал, обыск без понятых. Если еще раз обломаемся, нам кранты. Нам-то за что? Да за все хорошее. И тебе тоже. Слушай. Геночка. Тут до меня дошло, что вы этих Бэтменов взяли. Ну, что тебе сказать, дорогой мой. Как мать и как женщина была неправа. Не такие уж вы уроды оказались с Рублевским. Горжусь. Горжусь. Завтра целовать буду. Готовьтесь. Спасибо, Литин Степан. Всегда готовы. Чего ты не сказал ей? Да. Понятно. Ну, и что за вяли-то крутые легавые? Надо что-то делать. Ну, давайте, как умеете. Культурно. По закону, без насилия. Серёха! Я не знала! Не знала? А может, знала? Может, ты сообщница его, а? Вы что, менты что-то? Да что, убила, а? Нет! Чего нет? А ну, говори, где Лёха? Где мобильник его? Я не знаю! Не знаю! Не знаешь, где его, кореш? Второй, давай, фиги! Отвори! Серёжа, что ли? Что? Он где-то на Семёновской живет, но я не знаю! Поняла! Я его сейчас кончу! В глаза смотри. Это что за ключи, а? Я не знаю! Опять не знаю! Тихо-тихо, успокойся! Оставь её! Чего? Всё, мужики, дайте я с ней поговорю. Катюнь, всё. Успокойся. Катюнь, давай-давай-давай. Присядь, присядь. Катюнь, а знаешь, как мы тебя нашли? Нет. Нам ведь Лёшина девушка всё рассказала. Какая ещё девушка? Как? Ты разве не знаешь? У него же девушка есть. Официантка. Стеллу зовут. – Угу. Угу. Ч-ч-ч, ч-ч-ч. Тихо-тихо-тихо. Вот не соврала. Вот и ну их транспортное средство. О, смотри-ка, а вот его мобильник. Красава, Игорёня, а я уже хотел вторец тебе дать. Ну, вообще-то это не так легко сделать. Ладно, проехали. Пока. Пока и ночи. Глазов? Чё тебе ещё? Шурик? Очень прошу, умоляю. Найди сейчас Бейсика, а? Он только что ушёл. Ну, потому и прошу, он только тебя послушает. Да иди ты к чёрту. Вы же поймали их всех. Да мы одного нашли, а там их ещё двое. Нужно пробить машину, мобильный номер и ещё одного перца. Ладно. Попробуй. Что там у них опять? А ты представляешь, они работают, пашут. Прямо как мы с тобой. Я думаю, что это новенький их строят. Он же спецназовец. Как-никак. Урден мужества, кстати. Ладно, давай. Опять не готов. Зараза ты. Пока. Давай. Гена, из-за тебя буду ночевать на работе. Да. Сейчас. Давай, пиши. Тачка принадлежит Мышкину Николаю Ивановичу. Прописан там же, где его сын, этот Сергей Мышкин. Судимый за разбой. Отбывал срок в том же учреждении, что и... Лесовой Алексей в то время. Рост, метр девяносто один. Адрес Семеновский проезд, дом два. Все, ладно. Давай. Угу. Ладно. Ну же, давай быстрее уже, а. Что, не знаю. Света нет. Не факт, что он там. А что, Катюша, сделаешь все как надо, для следствия останешься свидетелем. Поняла. Пошли. Держи. Сережа, это Катя. Ну, Катя из Копнева. А Леша у тебя? Нет? Ну, так имей в виду, что ко мне менты приезжали. Я так поняла, скоро у тебя будут. На Семеновской. Да, они знают. Ну и хорошо, что не у тебя. Я так, на всякий случай. Угу. Ну, давай. Пока. Угу. Молодец. Гуляй отсюда подальше. Ножками шевели. Ну, сейчас и посмотрим. Есть она ментовская удача? Не спугни сапог. Еще как есть. Игорь, прикрой. Ха! Я не спугни. Продолжение следует. Ага! О, последний? Крайний. Третий готов. Нет, ты как, живой? Не знаю, по скользячке прошло. Ген, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, аккуратненько. Вот это фарт. Чуть-чуть в сторону бы, и хана тебе. Влад, глянь, где третий, а? Ну-ка, прожди, давай, давай, давай. Зажмурился. Ну что, пойдем на кухню, лечиться будем? Ага. А ты ствол у лифта подбери. Хорошо, все-таки сделали мы этих Бэтменов. Да. Пойдем. Давайте, я за столом. Ген, ты как? Я сейчас найду что-нибудь. Ген, короче, такое дело нарисовалось. В общем, я тут в управление звонил. Ген, нашел только бинт. А обрабатывать рано придет с водярой. В общем, мужики, бригада к нам с прокуратуры выехала. Ну и надо вниз пойти встретить. Давай. Ну, может, пойдем, встретим? Влад, у тебя вообще все нормально, а? В общем, я на улице. Давай. Давай. Олег, давай дернем уже. Нам вроде уже можно. А вы прокурорские? Да они туда глянут, поймут все. О, Серега. Здорово. Приветствую. Рублевский, убойный отдел, главное управление. Климов, ну и что тут у вас за побоище? Да перестрелка, брали банду из трех человек. Какая квартира, Влад? Поднимайтесь на третий этаж, там поймете. Ну, в общем, оказались сопротивления и, как говорится, 3-0 в нашу пользу. Ну, в общем, один труп у лифта, один в квартире. Один тут он, под балконом. Слушай, ловко у тебя это получилось. Была практика. Чуть-то жутся немного. Смотри, к врачу только сходи обязательно. Слушай, Ген, я там кое-что нашел. Да, пусть он по-ракурорски разбирается. О, поле-поле, кто тебя кость не усеял? Ну, конечно, Рублевский с Власовым. Здорово. Наш новенький. Серега. Игорь. А это что за деньги на столе? Да, это я нашел, когда лекарство искал. Пересчитывали? Не успели. Сейчас пересчитаем. Пересчитаем. Три-ноль, это лучше, чем ноль-три. Тоже болельщик? Я надеюсь, у нас с вами проблем не будет? Да не, все чисто. А где третий-то мертвяк? Ну как где? Он с третьего этажа нырнул и... Прямо сюда. Под балконом, да? Ну и где он? Ну, был. А может, он все-таки там, наверху? Да нет, здесь был. Ну так ищите. Ищите. Ну да. Молодой человек, вам плохо? Ну что, убедился, что есть она, ментовская удача. Да не совсем. Это потому, что ты ее спугнул. Это как это? Я нашел ты бандитские бабки. На какого хрена ты их сдал? Это наш, наш Игорек, законный трофей. Мне тоже такая мысль мелькнула. Тем более деньги самому к вашему вот так вот нужны. А потом, знаешь, стал вспоминать этот бредовый день. Вдруг понял, что деньги-то какие-то прогляди, что ли. Толпа от них не будет никакого. Ну и дурак. Ген, а вот если такой умный, скажи мне, почему мы могли это все сделать? Легко, правильно, без стрельбы. А получилось? Тяжело, с кровищей и через жопу. Ты че хотел? Это не Америка, Мосседик. Это Африка. Помнишь такое кино? О, наконец-то! А Игорек не хочет пить со мной за ментовскую удачу. Ну, я бы тоже на его месте не стал. А сейчас говорили, что ли? Ну, поскольку я на своем месте, я за нашу удачу выпью. О, молодец! Короче, мужики, слушайте, сюда. Во-первых, нашел я нашего третьего кекса. Из больнички на каширке позвонили. Короче, он прям на улице упал, его скорая подхватила. А во-вторых, он в реанимации. И сказали, что до утра не доживет. Ну, туда ему и дорога. Так что не такие уж мы и джентльмены неудачи. Это ты о чем? О Томгене. Не зря мы корячились. Вот она наша ментовская удача. Вот почему так все тяжело складывалось. По пятнашке на брата. И никто, повторяю, никто. Ну, кроме нас. Не знает, что они вообще там были. Чего тебе скажешь-то, а? Ну, что, вы друг не? Да. Здравствуйте. Не хотел вас беспокоить так поздно. Это подполковник Дегтик из собственной безопасности. Хотелось бы завтра часов в десять встретиться со всей вашей группой. С вами, с Каменем, с Рублевским. Это очень важно. Да, конечно. Мы будем. Че там? А теперь объясните мне, что там произошло на самом деле. Мы же рассказывали. Да нам эти три трупа тоже не подарок. Третий не труп, он в реанимации. Все равно считай, что на подходе. С третьего этажа навернулся. Хрена себе! Да там все чисто, Валентин Степанович. Даже у следака никаких вопросов. Хорошо, что Игорек Каменев среагировал. Да, он вообще крутят, боевой парень. А то могли бы там всех троих положить. Да дело-то не в этом. От смерти трех злодеев генофонд нации точно не пострадает. Что сдохло в Гондурасе? Не понял. Гондурас... Страна в смысле. Слушайте, а вы не такие тупые, как хотите казаться. Вы еще тупее. Вы сдали 150 тысяч рублей бандитских денег. Вы! Это же чудо! А это что за деньги на столе? Да это я нашел, когда лекарства искал. Пересчитывали? Не успели. Нет, ну в Гондурасе-то точно должно что-то сдохнуть. Обижайте, Валентина Степановна. Вас обидишь. Как будто мы раньше денег не сдавали. Сдавали. Когда куча свидетелей. А когда идеальные обстоятельства-то. Валентина Степановна, вам не приходит такая простая мысль, что мы просто, ну, порядочные люди? Нет, не приходит. Так, говорите, что? Вот там случилось. Не зря мы корячились. Вот она наша ментовская удача. Это дело тебе добро. Хорошо считаете, что у нас просто шок от кровавой перестрелки. Обещали за раскрытие расцеловать каждого. А, а вас со вчерашнего дня подполковник Дегтев разыскивает. И собственная безопасность-то. Вот он вас и расцелует. Каждого. Если вдруг какой-то нештатный вопрос, не помню и все, не помню. Нештатный это как? Ну, это походу. Погоди, я объясню. Давай. Спросит тебя, а что Влад на улицу побежал? Как что? Править того третьего, который с балкона сиганул. Правильно. А сумка какая у него была в руках? Коричневая или белая? Черная. Блин, а. Вот ты и попался, красава. Сдал себя и нас. Не было сумки. Вообще никакой сумки не было. Да не так и ловит Лопухов вроде тебя. Особенно Дегтев. Он никогда вопрос прямой не задает. Да понял я уже, понял. Так молитву запомни. Не было никакой сумки. Слушай, ну пошел он проверить этого третьего. Он же не проверил. Да не парься ты, это уже мой деморой. С Рублевского какие вопросы? Он спортсмен. У него три нокаута, две контузии. Не гони, а. Не было у меня нокаутов. Ладно, не тупи, я шучу. Ха-ха, смешно, блин. Контузия была, но легкая. Что для тебя легкая, для слона смерть. Игорек, запомни главное. Мы в одной связке. Вместе выплывем, вместе потонем. Может вернем эти деньги? Ну вот, приплыли. Отдавай на эти деньги памятник поставим убитым бандитам. Она еще иронизирует. Сам контуженный. Игорек, ты еще очень многого не знаешь про нашу работу. Правовая безграмотность. Как только бабки с хаты вынесли, все считай под статьей. Сейчас хоть миллион притарань. Все равно поздняк метаться. Эти бабки должны были прокурорские зафиксировать, внести в протокол, как те твои 150 кусков. Да я же не знал, что в сумке. Я же увидел, когда ты ее в кабак припевал. Но ведь от доли-то не отказался. Игорек, ты их взял и правильно сделал. Любой бы так сделал. А иначе ведь не дадут, Игорек. Ну тебе, кроме ордена твоего, много дали, а? Да то, что ты воевал, под смертью ходил. Что, озолотили тебя или квартиру дали? Нет. Так что мы эти деньги кровью заслужили. Генкиной кровью этих трех отморозков. Игорек, мы эти бабки по делу взяли, понимаешь? Добрый день. Валентина Степановна сказала, что вы на обеде. Я уж не стал беспокоить. Дегтев. Олег Павлович. А вас всех? Я уже знаю. Я отниму у каждого буквально минут 10-15. Нет, нет, Игорь Александрович, с вами потом. Валентина Степановна просила вас подойти к ней. А я пока... с вами поговорю. Влад, кажется. Да. Вы не против? К вам? Да нет, ну зачем же. Давайте без церемонии чайку попьем. Прошу вас. Сейчас все это мы посмотрим. Ген, что замерз? Что происходит? Ничего не происходит. Да ладно, ты расскажи. Общественность переживает. Пусть не переживает все путем. Вы вроде герои такие. А что СБшником от вас надо, не пойму. Дегтеву. Самому инквизитору. А вы откуда знаете? А он с нами беседовал. Дегтев. Дегтев. Про вас с Владом расспрашивали. Ну, больше про Игоря. А вы? А мы только хорошие. Что именно он спросил? Да так. Вообще спрашивал. Мы сами не поняли. Ничего конкретного. Не поняли. Вот сам сколько в строю, а в таких переделках не бывал. Да и слава богу. Да уж. Ну, вы молодцы. Да повезло просто. Не скажите. Тут реакция, команда. Чтобы люди чувствовали друг друга. Доверяли? Ну, наверное. В такую команду и новичок сразу впишется? Не каждый. А камень. Он же вписался. Боевой офицер все же. Хотите конфетку? Да. Спасибо. Ну, боевой. В таком деле в первый раз. Способный парень? Угу. Алло. Седьмая больница. Главное управление внутренних дел. Старшего первополномоченных Власов. Да, меня интересует раненый. Как его состояние? На осмотре? От нас звонили. Кто? Не знаете. Если будет какая-то новая информация, обязательно перезвоните. Ну что, Игорек, молодец. Хорошо начал. Не ожидал. Что ж, я не внушал вам доверия? А я вообще доверчивость не страдаю. Такая специфика. Ничего, ничего. Меня не ломают. Ну, а как тебе твои сотоварищи Гена с Владом? Ну, что? Лихие ребята. Вот именно. Они у меня обычно разбоями занимаются. И такими же лихими, как они сами. Где вломить надо? Жути нагнать? Ну, тебе, как спецназовцу, это же ближе? Опыт имеется. А вот Смирновости, то больше по забористым случаям. Кучерявым. Где головой думать надо. Чуйку хорошую иметь. Без наездов, без напоров. Без напоров. Ну, почему же? Я разведчик. Для разведчика главное добыть информацию и вернуться живым. О, как. Ты у нас на все случаи жизни. Ну, и с кем ты дальше хотел бы работать? Мы просто не ожидали, что этот здоровый Мышкин, что он будет на улице, а не дома. Вот Игорек его сразу у лифта и уложил. И как внезапности потеряли, вот я пулю и в прихожей схватил. Честно говоря, дальше плохо помню. Постойте, постойте. Не так быстро. Вы так зажались, как будто ждете, что я на каждой фразе буду вас ловить. И я зажался? Расслабьтесь. Даже с вами беседуем по-товарищески. Без подвохов. Да, я так и понял. Так что вы сказали Каменеву, когда он нашел эти сто пятьдесят тысяч? Нашел ты эти бандитские бабки? Ну, какого хрена ты их сдал? Это наш, наш Игорек, законный трофей. Так я же говорю, я после этого плохо помню. Ну, а потом? Как вы оценили тот факт, что он сдал эти деньги? Вы ему что-то сказали по этому поводу? Что сказал? Ну, и дурак. Только это же вещдок. Он его сдал. Только их же надо сдавать, вещдоки-то. А как вышло, что Каменев подстрелил третьего? Зачем? Бежал, на балкон хлопится. Какая нужна? Стреляй. Это получилось случайно, по ситуации. Он шмыгнул за спинами. Вот Игорек его и классно стреляет. Ну, спецназ. Ну, вот видите. А говорили, что ничего не помните после родины. Так вы сдали установку на... Чтоб я расслабился, я и вспомнил. Хотите конфетку? Так я, честно говоря, сладкое не очень, как ты. Ваш товарищ тоже самое говорил. Съел целых три. Да. Ну, как ты? А? Да живой, как видишь. А Генка? Еще там. Че спрашивал? Это, понимаешь? Ты только не паникуй, ладно? Он что-то про тебя интересовался. Про меня. Здорово. Ну, это ничего не значит. Может, это он так, с толку сбивает. Ну, че. Или конкретно на тебя надавить хочет. Он знает, что ты слабое звено. В смысле? Ну, ладно. Проехали. Ты это, ты, главное, держись, Игорек. Понимаешь, нам отступать некуда. Спасибо. Ну, все. Теперь тебе я к зубному. Готов? Ну, давай. Давай. А, Игорь, инквизитор будет конфетки предлагать. Не бери. Понял? Ни в коем случае не бери. Ну, так. Ну, все, давай. Всего доброго. Вы уже здесь? Очень хорошо. Думаю, придется искать. Ну, вы же сами говорили, что хотите пообщаться. Да, надо. Представляю, что вам уже обо мне наговорили. Да ничего особенного. Да, знаю, знаю. Инквизитор. Если уж в горло вцепится, то, считай, хана всю душу вынет, расколет, раскрутит и под статью подведет. Так ведь? Ну, примерно так. Вот торговый адрес из меня сделали. Насчет всех этих ужасов, Игорь, я вам должен прямо сказать. Это все... Это правда. Работа такая, собственная безопасность. С кем приходится иметь дело? С оборотнями, взяточниками, беспредельщиками, со всякой сволочной нечистью. Кем тут прикажете быть, как не инквизитором? Понимаю. Хотя, определить их несложно. Их всех объединяет один признак. Страх. Предлагаю им эту противную конфетку. Они берут и едят. Потому что боятся вызвать у меня раздражение. Ну, в таком случае я откажусь. Ешьте. Шучу, шучу. Извините. Мы сейчас с вами быстро закончим. Дегтев. Серьезно? Серьезно? А где он сейчас? Очень хорошо. Я приеду. К сожалению, придется прервать наш разговор. Вы не могли бы подождать меня час или полтора? Да, конечно. Отлично. Насчет этого бандита, третьего, который упал с балкона. Он вовсе не в реанимации. У него более легкие повреждения. Прострелянное плечо и перелом голени. Я сейчас поеду побеседую с ним. А ваши пусть тоже поспешат. Белых под стражу. Так, я не понял, а чего они перезвонили-то? Это тут уже полиция. Ага, ясно. Скажите, пожалуйста, в какой он палате? Понятно, спасибо. Все подтвердилось. Я тут урод живее всех живых. Ну, что, метнемся? Раньше него успеем. Я с вами, ребят. Стой, не светись. Лучше этого задержи хоть на пять минут. Давай. Олег Павлович, как хорошо, что вы еще пока не уехали. Да? А что? Да мне сейчас надо отъехать по делам ненадолго. Хотел оставить вам номер своего мобильного телефона. А у меня есть ваш номер, спасибо. А вы не могли бы тогда оставить мне ваш номер? Так, на всякий случай. Пойдемте. Налево, объезжай, впереди пробка. Должны успеть. Зря мы Игоря не взяли. Тут уже надо все делать вместе. Ладно, я его спецом не взял. Ты же не понял, что ли? Как мы ему объясним, что нам придется с этим персом сделать? С кем? С этим третьим Бэтменом, с недобитком. А что делать? Я не понимаю, что нам придется сделать свидетелем, свидетелем, который знает, что мы вытащили из хады 45 штук. Что нам придется сделать? Что? Что, по-другому нельзя? Можно. Можно. Сдать его в изолятор к следователю, как полагается. Может, нам опять повезет, а он не вспомнит на допросе про эти бабки. Можете ходить с костылем, но недалеко и ненадолго. Девушка, одежду зачем забираете? Так она у вас вся грязная и в крови. И не переживайте, никуда она не пропадет. Как хоть его звали? Третьего. Я не знаю. Когда он с балкона падал, я у него не успел спросить. Третьего, он и есть третий. Попытка к бесу с нападением сотрудника. Думаешь? Верен. Попытка к бесу с нападением сотрудничества. Ну, как знаешь. Попытка к бесу с нападением сотрудничества. Попытка к бесу с нападанием сотрудничества. переломанной ноги. Мне сказали, он в пятнадцатой палате. Клещев? Он Клещев? Так, записали с его слов. Он что, сбежал, что ли? Успокойтесь, никто не сбежал. Его просто изолировали от остальных больных и положили в отдельную палату. Ну, пока вы за ним не придете. И вообще, у нас принято в бахилах ходить. Чего? Вот такие штучки. Молодцы. Как-то вы меня обогнали. А нам тоже позвонили. Наше все-таки дело надо как-то до конца докрутить. Вы так как-то быстро. А я вот на метро. Спокойненько, не торопясь. Не пробовали? А, не. Пробовал. Пожалуйста, здесь ваш Клещев. Ну, я полчасика с ним потолкую, а потом уже забирайте. По-моему, он сбежал. Ну, тут опять ваша работа. Точно. Без работы мы не останемся. Там одного больного одежду украли. А это вот к ним. Думаю, парня с поломанной ногой вы поймаете без труда. Вот. Он одежду украл и ушел. А у нас вход-выход открытый. Это же не тюрьма. А как он теперь-то одет, а? Да какая разница? Он же в гипсе. Здесь трое не видели. Посмотрим с другой стороны. Он же с третьего этажа навернулся. Пулю словил. И живее всех живых. Слушай, а может он везунчик, а? И мы его не найдем? И, конечно, вообще его искать не надо, да? Да. Хорошая мысль. Шурик только что звонил, нашего третьего в розыск объявили. Так что либо мы его поймаем, либо кто-то другой. Как говорил один мой знакомый убийца, сел в салочки, ехай. Ну, иди. Идет? Да я что? Да, Игорь. Да, сбежал. Ищи моего. Свинтил он с больнички. Я знаю. Ну, как он сбежал? Хорошо стреляешь, Игорек. Но надо еще лучше. Живучий попался. И что теперь? Мне теперь что делать? Не дергайся. Все будет нормально. Сейчас Дегтев придет. Самое главное, сам не поплыви. Верь нам. Ты у нас за спиной, мы тебя не сдадим. Слушай, а если они найдут этого третьего? Да не найдут, мы его найдем. О, считаю, уже нашли. Точно нашли? Уже нашли. Э, нет. Ищут. Ну, третьего. Я смотрю, вы очень переживаете. Ну, а как же? С утра еще были героями, а теперь Степаныч, Валентина Степановна порвет и мечет. Мы же еще и виноваты, что упустили этого третьего. Друзья вас, шустрые, не упустят. Они вообще, как про них говорят, своего никогда не упустят. Да? Я такого про них не слышал. Да бросьте, Игорь. Все слышали, а вы нет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не видели такого молодого человека с гипсом? Нет, не видел точно молодого человека. Да? Да. Ну, спасибо. Нет. Валентине Степановне показалось, что нет у вас особого желания работать дальше с Ласовым и Рублевским. Да? Что, не так? Нет. Она ошиблась. Ну, что ж. Да не может он так быстро идти, догонен. Мы слишком быстро едем. Стой! Стой, 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 стой. Посадили тебя без денег, а? Здесь разворота нет. Плевать! Вот черт, а! Блин. Ну что, сообщаем гайцам? Ладно. Блин. Прости за тупиву. Это наше частное дело. Я нашел деньги, когда искал аптечку. Ваши друзья не возражали? Против чего? Что вы деньги сдали следственной группе. Не возражали. Или вы им не говорили? Говорил. Извините. Простите. Но не поверю вам. Почему? Вы, новичок, находите 150 тысяч рублей. Ой-ой, что это? Баблосики. Наверное, их надо сдать следакам. Рублевские власов. Да, да. Конечно, обязательно сдать. Нет, все было совсем по-другому. Как? Я сказал, что сдам деньги, а они промолчали. Тоже неубедительно. Ну и как оно было по-вашему? Вы, Игорь Александрович, столько лет тянули лямку. Воевали. Видели столько грязи и крови. И ничего особенного не выслужили. Неужели не мелькнула мысль оставить себе домой ничего? Да и мне приходила такая мысль. Тем более деньги вот так вот нужны. А потом что-то стал вспоминать этот бредовый день. И вдруг понял, что деньги-то какие-то проклятые, что ли. Знаете что, товарищ подполковник? Я все рассказал, как было. И вы можете мне не верить. Но вы правы. Я в этой жизни столько видел крови и грязи, что вы с вашей конфеткой меня не напугаете. И я ее жрать не буду. Я вас не боюсь. Все рассказали. Все? Вы так уверены, что ничего не боитесь? Хорошо. У меня нет вопросов. Слушай, а ты бабло сыр распределил? Угу. Под подушку. А я уже теще на ремонт дал. И жене шубу обещал. Обещал, что завтра. Влад, ты не бабло сожалей. Нам срок светит конкретный. Вон она. Видишь? Его ждет. А ты на ментовская удача-то попался? Снизглазь, Ген. Я же говорил. Ты лучше скажи, что там сзади едет. А что врачи-то говорят? Ничего не говорят. В порядке все. Подожди, а нога? А, что нога? Нога новая вырастет. Ха, какое новая? Господи, ужас просто. А, пойдем. Где они? Вон они. Что такое? Влад, беги, беги! Я тебе говорил, тварь, что в эти конья были. Свери на меня, кого хочу, кого вошлай. Ты кого назвал, налога? Это меня ты назвал тогда? Да, я в тебя, народ, я пойду. Может, его там грохнут? Нам не придется. Хорошо. Игорек, он хоть камень, но он с лапами поплывет. Думаешь? У нас сейчас каждая минута на вес золота. Он там сейчас один, он ни хрена не знает, а как узнает? Что? Что? То первый запоет, то свидетель, а то второй, то подсудимый, дали по цепочке. И не дай бог ему, кто-то это объяснит. Игорек? Игорь, ты чего? Все нормально, все нормально. Ты мне-то не говори. Я знаю, что эти два отморозка тебя подставили. Ты чего ты знаешь? Я их знаю. И я тебя предупреждала. Нет, правда, все нормально. Я сам просто нахамил Дегтева. Ну, это зря, конечно. Тигры лучше не дразнить. Но это не главное. Не знаю, где вы там накосячили, но что-то было. Эти веселые ребята будут тебе по ушам ездить, что мы команда, что мы банда, надо держаться вместе. А как только паленым запахнет, они первые тебя сольют. Так что, если что, ты о себе думай. Этих не жалей. Что, такие конченые ребята? Нет, ну Влад еще ничего. Его еще жалко. А Гену, значит, не жалко. Нет, и он тебя жалеть не будет. Да, между прочим, он первый в дверь вошел. Первый. И поэтому пулю словил. Я лучше себя сдам, чем его. Ну ладно, тебе жить. Сам решай, но... Может, еще не все так кисло? Обойдется еще? Знаешь что? Поехали, как я лучше домой. Я на 17.30 назначена у Шарова в кабинете. Тебе одному? Ну почему? Дегтев еще будет. Механошин, начальник СБ. Степанович наш будет. Так что, не обойдется. Все, кончилась моя моментовская удача. Убираю вас! Влад, Влад! Ага, засадишь, да? Блин, когда они уже в конце концов переубивают друг друга? Чего? Засадишь? Пока не надо. Ты извини, меня. Дорого не получится. Я тебя увижу еще. Я буду тебя ждать. Ген, постой! Девчонка может из окна смотреть. Да, теперь можно не спешить. Вот я по ходу думаю. Моя бы по мне так рыдала. Не о том думаешь, Влад. Черт. Здорово, мужики. Главное управление. Так это же тот парень, что с больницы убежал. Да, ребят, это наш клиент. Все, старичок. Отбегался. Все нормально. Удачи. Клещев, Клещев. А ты правда Клещев? Нет. А как звать? Денис. Кто же так убегает, Денис? Ты чего к ментам ломанулся? Сдаваться. Что? Сдаваться. А зачем из больнички убежал? Да так, прощаться. Ген, дай попить. Игорёх, сыночек, мы тебя не беспокоили? Ты наверняка работаешь. Вот тебе отец сказать кое-что хочет. Да, Игорёха, мать сказала, ты хочешь нам кондиционеры поставить. Так не дури, не надо нам ничего, не трать деньги. У нас все есть, и жары никакой, это же не Москва. Окна открыл, и хорошо. Занимайся своей жизнью, там тебе средства нужнее. А главное, главное гордиться тобой, чтобы... Ну, мать, ну. Игорёх, племянник твой, ну, Алёшка, сочинение написал в школе. Мой дядя командир, всему классно читали. Все про тебя спрашивают, приветы передают. Умница ты наш, сыночек, ждём тебя. Да. Алё, Игорёк, у тебя всё в порядке? Всё в порядке. Всё, к Тёме говорил? Да, говорил, всё нормально. Сейчас ещё нормальнее будет. Взяли мы его, тридёг-то, да. И что теперь? А теперь расслабься. Куда вызвали? Кто? Игорёк, держись, всё будет на мази. Мы решим проблему, слышишь? Как вы решите? Я сказал, решим. А как надо, так и решим. Как надо, так и решим. КОНЕЦ Кто там будет? Шаров, вся верхушка СБ. Дёгтев, Механошин, ну и наш Степанович тоже. Ну всё, кранты. Раскололи Игорька. И чё кранты? Чё вы все паникуете? И, даже если он нас сольёт, у них доказухи нету. Наш слово против его. Свидетелей нет, никто этих бабок не видел. А если узнают, что мы этого, ну третьего, грохнули? Значит, надо сделать так, чтоб не узнали. Я так думаю, что с этим колейкой-одноногим без мазы будет сопротивление или попытка к бегству. Да и он надо тупо валить. И всё. Ну чё ты от меня уставился? Что я это, что ли, буду делать? А что, я? Твоя же идея! Нахрен мою идею! Какая у тебя была? Ген, а давай тогда жеребий кинем. Давай. Камень, ножницы, бумага. У меня монетка есть. Это орёл, я решка. Замёт она. Постой! Давай. Ладно. Подожди. Давай. Подожди. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...